всем добрый день мы находимся на нашей выставке в городе екатеринбурге и сейчас мы вам расскажем как выбрать правильно теплицу что надо задавать продавцу даже можно так поставить разговор что нужно задавать продавцу при покупке теплицы и как выбрать теплицу даже для себя смотрите у нас огромная такая выставка даже кошечки живут здесь это все образцы это это не полный еще линейка теплиц смотрите когда вы хотите приобрести теплицу вам нужно сначала сделать выбор первое это какого размера вы хотите поставить теплицу то есть ширина длина стандартной теплицы идут даже у всех практически производитель это два метра ширина два с половиной три и пошло дальше больше там 4 бывает еще три с половиной например вы выбрали вот у вас участок два с половиной шириной и например 4 длиной следующий этап это выбрать форму по форме теплиц огромное количество но есть основные это арочная форма до стандартная как у всех то есть распространенная 90 процентов каплевидная идет вторая форма по распространению третье идет форма домиком то есть классическая двускатная форма четвертое идет так называемая мансардного типа ломаная до на несколько частей раз два три например потом 5 идет митлайдер митлайдер еще бывает это арочной формы спери разрезом сверху или же даже двускатная классическая домиком это уже шестой тип до идем обратно еще бывает теплицы по форме это павильон или готическая видите какое огромное количество форм теплиц которые например мы как производители держим у себя на складе производим также еще вот это пристенная теплица вот уже я насчитал 9 видов 9 форм теплиц сейчас вам покажу вот они павильоны стоят видите разной ширины и так далее и покажу вам сейчас готическую форму хорошо слышно видно вот это готическая то есть даже самая капля но отличается над капли тем что видите прямой участок стены высокий это готическая форма но вот практически 8 или 9 форм я вам насчитал то есть определились шириной с местом на участке формой следующий этап это фундамент например многие производители как мы я буду давайте говорить от всех практически нужно всех знаю и знаю чем что не делать предлагает брус то есть 100 на 100 100 на 150 пропитан антисептиком многие прямо на месте пропитывают мы например пропитываем в камере специально у нас осталась малярка когда мы производили теплицы из черной трубы оборудована в ней маляр красит брус то есть антисептирует вот так вот в камеры три на шесть нет здесь первый брус специальным антисептиком многие просто на месте все кто сталкивался с таким с кисточкой на месте красит это неправильно то есть или на брус ставить или тогда залить ленту например под стекло теплиться обязательно нужно заливать практически во всех случаях как мы видим потому что она тяжелая ленточный бетонный фундамент теперь по фундаментам если выбираете вы брус плюсы это цена в десятки раз дешевле плюс мобильность вы можете разобрать теплицу и демонтировать минусы дерево гниет трескается ведет ее правильно то есть недолговечный материал бетон плюсы практически вечной и это капитальное сооружение минусы это цена это что вы его не сможете разобрать и он навечно останется у вас на участке образно навечно можно конечно разломать все что угодно вот все вы определились значит размеры формой фундаментом теперь самое главное как выбрать производителя теплиц да как выбрать производителя сейчас мы дойдем до того плюсы и минусы ну давайте с плюсов и минусов смотрите классическая форма легенды до двухскатная соответствующая цена естественно очень высокая но плюсы высота стены метр восемьдесят можно вырастить все что угодно вплоть до пальм это легенда например это самая ходовая с самого заказываемая теплица из-за ее формы из-за высоты стен вторая по в чем плюс это павильон у него также высота стен огромная эти метр восемьдесят его идет по ступеньке 2 теперь идем которые распространены везде теплицы ближе батарейка не сел это арочная форма и каплевидно в чем у них минусы сейчас вам покажу вот смотрите вот стоят капельки да вот это место грубо говоря в этом месте где-то сантиметров на 30-40 практически не используется потому что растение упирается в стену все то же самое и у арочного 3 вот это место но многие например что делают они высаживают все забываю детерминанты эти в общем низкорослые растения вдоль стены и ближе к центру высокорослые мы же садоводы как бы маньяки маньяки то есть мы вывернемся из любой ситуации но я вам скажу последнее время у нас стали брать вот вот стоит капелька два метра ширина обратите внимание у нее стена огромная и в ней можно она занимает малую площадь грядки аккуратные на расстоянии эти вытянутые руки то есть сейчас большинство большинство садовод так же как мы да я же покупатель даже приходит к тому что не надо ничего глобального не надо себя надрывать себя мучить надо если вы покупаете вещь вы должны покупать для себя то есть эксплуатировать с удовольствием и радостью а не тянуться раком раком ска в общем ползать на коленках как мы любим до стоять в три погибели и корячиться как многие городские жители говорят что дачники маньяки и они всю жизнь корячиться и стоят раком думаю меня понимаете да то есть теплицу сейчас покупает для удовольствия что у меня аккумулятор садится уже вот радость поэтому мы производим всю линейку всю в общем все размеры и формы теперь по форме думаю понятно да в чем различие теперь подходим к тому как выбрать что надо спросить производителя то есть вы пришли магазин теплицы вот вы пришли уральскую садьбу до подходить александр анатольевич я говорите выбрал вот вашу теплицу что вы должны первое спросить вы должны выбрать еще поликарбонат поликарбонат правильно сохраним если батарейка меч не разрядится выбрать поликарбонат то есть поликарбонат должен быть плотностью не меньше 0 6 но мы предлагаем в основном новаторы плотностью 0 75 то есть 0 75-0 8 не экономьте на поликарбонате иначе вот такое вот будет у вас чудо обратите внимание это поликарбонат самый дешевый специально оставили лист ведь он в дырку он стал настоящий год в дырку смотрите я думаю это всем вам знакомого в виде специально не убирая показывать тем кто хочет на говне на этом сэкономить и купить за дешево услышали меня мне проще не продать человеку поликарбонат или без документов но чтобы он его не покрыл дешевым поликарбонатом или отказать вообще в продаже если он хочет дешевым поликарбонат потому что потом этот клиент всем будет рассказывать что купил в уральской усадьбе вот поэтому поликарбонат подходим к выбору поликарбоната очень и очень тщательно следующее поликарбонат выбрали все выбрали теперь значит что каркас мы производим каркас из оцинкованной трубы плюс полимерно-порошковая покраска никто в россии этого не делает видите то есть это оцинкованная труба плюс полимерно-порошков что это дает это дает двойную защиту от коррозии в теплице очень агрессивная среда надо ее защитить почему многие теплицы стоят ржавые обратите внимание сейчас я вам покажу что происходит с цинком в теплицах как бы там ни говорили в грудь себя не били блогеры я за мной они просто или блокируют когда им правду берешь смотрите знакомо это цинк обратите что это вот самое плохое когда такое окисление самое легкое это вот вот в такой вид приходит оцинкованный труб теплицы буквально на следующий год вот вы пришли в офис значит выбрали все вам хороший поликарбонат каркас хороший да вы спрашиваете а гарантия следующий вопрос следующий вопрос это гарантия вы должны спросить гарантию если вам говорят там как мне вот вчера был мне разговор с коголымом да подписчица наша все жена мужчина как обычно вперед паровозы и вопросы но вопросы задают не те которые надо понимаете то есть вы должны задать вопрос по вот вам говорят гарантию менеджер вам отвечать 10 лет я вам отвечаю 10 лет гарантии вы должны спросить на что где это прописано что подразумевает под собой гарантию вы телевизор приходите например год гарантии на телевизор что он не сгорит у вас там тут также 10 например мы даем 10 лет и идет гарантийный талон по снеговой нагрузке без ограничений это с нашим монтажом 10 лет в основном если возьмете паспорт других производителей там будет четко написано что надо чистить снег что среда воин снеговая нагрузка 20-40 даже 100 килограмм на метр квадратный но нужно следить и самое интересное как написано вы должны по инструкции следовать а эксплуатировать согласно инструкции не нарушая а там где нарушение там написано очень интересно так чистить снег в общем понимаете да вот все этапы вы также си по сечению в сечением поликарбоната то есть толщина трубы очень много обман например мы применяем почему такую гарантию даем мощно применяем те трубу 14 и 12 немножко телефон зарядился все остальные практически применяют трубу уже начали 0608 максимум это один миллиметр также еще один самый что мучаешься кормил все самое интересное что обман на сечении трубы глобально идет то есть бывает даже в офисах лежит труба полторашка толстая а на самом деле отгружает миллиметровку вот обратите внимание 60 тысяч рублей то это сразу же можете знать что это труба 08-1 миллиметр вот у нас стоит каркас 14 тысяч рублей с полимерно-порошковой покраска в ней только трубы на 7 8 тысяч рублей только трубы не разгруженный вот и посчитайте все остальное это работа покраска фурнитура и комплектация так что задавайте вопросы отвечу почему вот все вам рассказал если бы у меня не батарейка садилась я бы вам показал бы покраску пойдемте вам покажу покраску сейчас дойдем мне все равно на лт стоит думаю на пару минут хватит мне вот смотрите вот тут у нас цех еще вам замечу мы единственная в россии у кого есть собственная покраска то есть у уральской усадьбы есть собственная полимерно-порошковая покраска кто немножко разбирается вот лежит профиль да это многом говорит что мы профиль красим также мы красим для ковидных наших болитц передаточный букс и вообще полностью кабинет миша а где теплицы только что красили печки а готовы где-нибудь есть сейчас покажу вот смотрите вот они еще перед покраской вот эта легенда заказная лежит новосибирск кажется вот она все оцинкована труба теперь расскажу прямо на примере почему еще сверху начали красить вот этот шов видите черный сварной сразу будет ржавый второе идет окисление и многие если вы видели вот эти швы сварные да видите какой красивый шов вокруг это полуавтомат на них закрашивают серебрянкой или еще там понял вот этот шов сварной вот так вот с этого года с прошлого даже мы перешли на цвет 8017 ответе были 70 35 но не было доборки в этот цвет про приходилось очень дорого все это сейчас вот перешли даже сейчас видите остатки перекрашиваем на 2 свой шага здесь медика фирма стоит спасибо за просмотр и всегда рады подписывайтесь на уральскую усадьбу все расскажем и покажем всем пока пока мы первые эксперты в мире теплицы всем огромное спасибо за просмотр и